Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Кристина Рабина. Чем запомнились анапчанам и гостям курорта минувшие 7 дней? Расскажем в итоговом выпуске новостей за неделю. Власти Анапы продолжают отстаивать право добросовестных анапчан жить в благоустроенном городе. Самовольно возведенным домам и гостиницам в Анапе места нет. С исками о запрете, сносе самостроев власти города обращаются в суд. И пока дело решается выше инстанции, нарушители продолжают строить, будто принципы совести и справедливости их не касаются. Программа развития здравоохранения и улучшения жилищных условий медработников. Мэронапа Сергей Сергеев определил конкретный срок. Ровно через неделю ответственные должны отчитаться о начале действия этих программ. Задачи на неделю и долгосрочные поставил Мэронапы на очередном планерном совещании. По поручению Сергея Сергеева составлен реестр объектов, введенных в эксплуатацию через суд. Некоторые хозяева земельных участков переоформили целевое назначение земли, некоторые продолжают скрывать доходы и не платят налоги. 32 объекта власти города намерены вернуть в муниципальную собственность и обжаловать прежние решения судов о передаче муниципального имущества в аренду частным лицам. Мэронапа Сергей Сергеев проверил, как выполняются его распоряжения. В микрорайоне Триаза планировано создание нового сквера. В четверг, 20 февраля Сергей Сергеев лично проверил, как идут подготовительные работы. Еще одна проверка на этой неделе в новом корпусе морского пограничного лицея в селе Пятихатки. 20 миллионов выделенные на ремонтно-восстановительные работы освоены, но до логического завершения ремонт так и не довели. Мэронапа выяснил причины затянутого строительства и установил крайний срок исполнения всех работ. Ветеранов афганской войны на этой неделе чествовали в Краснодаре. Их встретили маршем «Прощание славянки» у входа в центральный концертный зал. И со сцены участникам боевых действий передали поздравительную телеграмму от губернатора Кубани Александра Ткачева в связи с 25-летием полного вывода советских войск с территории Афганистана. Благодарности от имени губернатора Кубани получили трое анапчан – Сергей Греков, Евгений Арефьев и Владимир Хаджаев. В память погибших героев, однополчане и ветераны афганской войны почтили минутой молчания. Новинка недели – самый точный анализатор производства Швеции. Установлен в аблатории села Гайкадзор. Общий анализ крови современный аппарат обрабатывает за 5 минут. И с максимальной точностью – просто в обращении меню на русском языке. Быстрый, точный, новый анализатор проявил себя в работе за неделю. Понравился лаборантам, врачам и пациентам. Европейский стахановец обрабатывает 25-30 анализов в день. Столько пациентов ежедневно обращается за медпомощью к врачам амбулатории. Всего на учете обслуживания 5800 жителей Гайкадзорского сельского округа. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Большая реконструкция и восстановление справедливости на набережной речке Анапки. Владельцы незаконных строений сами демонтируют самовольно возведенные ролеты. Пляжи курорта готовят к летнему сезону. 23 февраля – День защитника Отечества. Достойных представителей силовых структур поздравил маранапа Сергей Сергеев. Анапчане вернулись из Сочи. Творческие коллективы защищали часть Анапы на Олимпийских концертных площадках. Спорта много не бывает. Витязеве прошел ежегодный турнир по боксу, посвященный памяти Николая Павлюкова. В спорткомплексе «Рай» началось первенство Южного федерального округа подзюдо. И сейчас обо всем подробнее. Хозяева незаконно возведенных построек сносят ролеты и одновременно ожидают решения и разрешения от администрации на строительство. Тонкости и подробности строительного вопроса в сюжете. Восемь торговых павильонов в районе Фатини у речки Анапки сегодня демонтируют. Стены из добротных блоков разбирают и складывают аккуратно. Строительные материалы могут еще пригодиться. Дождаться только разрешения на строительство этих же павильонов. В прошлом году при проверке несколько раз летом ходила администрация. И, честно говоря, просто меня отругали. Сказали, что у вас же по постановлению здесь земля отводилась под торговые павильоны, а не под шалаши. И я решила, не дожидаясь разрешения, снести эти 12 ролет и построить торговые павильоны. Конечно, очень себя ругаю за то, что не дождалась разрешительных документов. Ну вот, теперь пытаюсь я, я как бы согласна, все сломать. И если администрация мне даст возможность построить заново красивые торговые стеклянные павильоны, я вот чем и занимаюсь. Десять лет назад набережная речки Анапки была в старых советских традициях курорта. Узкие тропинки до моря, вдоль которых располагались торговцы с сувенирами и необходимыми для отдыха вещами. С 98-го года Светлана Галциди работает на этой территории и над ее благоустройством. Сегодня проход к морю расширен, выложен тротуарной плиткой и торговля переместилась с земли в специальные ролеты. Вот только построены они без разрешения. Хозяйка незаконно возведенных построек признает вину. Поторопилась. К 1 июня, началу курортного сезона, все строительные работы на курорте принято завершать. Надеется успеть и Светлана Галциди вступить в высокий сезон с высоким уровнем оказания услуг. Мы обязаны это сделать. Ведь в сезон не должно быть здесь ничего. Здесь должно быть уже все красиво, все под стеклом, все должно работать и встречать наших гостей с хорошей, красивой, чистой аллеей. Надеюсь, что я успею все это сделать. Конечно, сама виновата в том, что это затянулось. Правила существуют для того, чтобы их выполнять. И действуют они для всех одинаково. Исправить положение никогда не поздно. Тем более администрация города-курорта идет навстречу законопослушным предпринимателям и оформляет разрешение на строительство в кратчайшие сроки. Наталья Пухальская, Максим Логоша, Анапа. Регион. Точно по плану. 21 февраля в районе памятника «Три свечи» начались работы по благоустройству сквера. Работы идут полным ходом. Предприятие «Зеленстрой» распланировало зеленую зону сквера у памятника «Три свечи». Дополнительно к уже имеющимся зеленым насаждениям будет высажено около 200 единиц деревьев и кустарников. Посадочные материалы местные, собственно, выращены, хорошего качества. И надеемся, что все, что будет высажено жителями города, сохранено до весны. И с нашими уходными работами все будет радовать глаз жителей города. Платан, береза, ясень, рябина, сосна крымская, туи западная, цветущие кустарники Вигела и Спирея станут украшением сквера. Высадку зеленых насаждений планируется завершить уже 25 февраля и начать работы по озеленению 32 соток газонов. Будет и дополнительное благоустройство сквера. Намечаются дорожки, будут установлены лавочки, образуется новый сквер. Действия работников зеленстроя побудили местных жителей выйти на субботник. Как только теплотрассу поставят новые трубы, мы сразу это все разбросаем в землю и посадим деревья. И потом еще, может быть, организуем клумбочки, цветочки посадим. И хотим еще, чтобы нам тут две лавочки поставили. Сквер Трисвичи единственные и всеми любимые в третьем микрорайоне место отдыха и прогулок местных жителей. Поэтому они все от мала до велика радеют за благоустройство этого сквера. Памятное место, тем более для такого микрорайона, оно вообще должно быть священным. Мы хотели, чтобы мы покрасили все, потому что он как бы облежется, злокраска. Вот, чтобы красиво яркий был. И как раньше горели вон те свечки наверху. Я думаю, здесь еще больше нужно посадить деревьев, потому что не хватает места для прогулок с детьми. Хотелось бы парковую зону какую-то иметь. Ну, я рада, что здесь благоустраивают и садят еще какие-то деревья. Общими усилиями администрации города, предприятий «Зеленстрой», «Тосов» и самими жителями, это место станет еще одним уютным зеленым уголком Анапы. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Пляжи Анапы готовят к сезону. Работы по благоустройству проводят работники предприятия «Объединение курортных услуг». Санитарное состояние контролируют руководители здравниц закрепленных территорий и главы сельских округов. Общая протяженность пляжей в Анапе – 42 километра песчаных и 27 километров галечных. 114 пляжных территорий зарегистрированы в Анапском участке ГИМС. 15 пляжей общего пользования, 33 пляжа детских здравниц. Уборка и контроль санитарного состояния проходят постоянно. Летом в усиленном режиме. Зимой сотрудники МУПАКУ, руководители санаторно-курортных комплексов и главы сельских округов каждый день проверяют состояние пляжей. Вывозят мусор и водоросли на городскую свалку. О работе на пляжных территориях на планерном совещании отчитался исполняющий обязанности начальника управления по санаторно-курортному комплексу и туризму Станислав Амилаенко. За период межсезонья 2013-2014 года с пляжей территории Морской Бухой в целом вывезено от отрасла 24 тысяч публических метров. Например, только в декабре 2013 года с участка пляжной территории от пляжей центральной территории Герната силами в Неподку было вывезено и утилизировано 1200 публических метров Морской Бухой. Вывезли на городскую свалку работники коммунального предприятия «Сити Кристалл». Мэр Анапы Сергей Сергеев поблагодарил руководство компании за помощь муниципалитету. Еще раз хочу поблагодарить тех, кто выбирает, но 1100 кубометров – это денежка. И все это вывезено, я так, для любителей говорю, потому что задавали мне вопросы. На нашу свалку, на городскую. Не просто вывезено куда-то, вывезено на городскую свалку. И спасибо «Сити Кристаллу» именно в этом вопросе, я не могу спасибо сказать, что приняли ее бесплатно. Механизмы сроки очистки пляжной зоны от водорослей изменились. Теперь пляж чистят не только в высокий сезон летом. Зимой убирают и вывозят комку. И среди всех способов очистки мэр Анапы настаивает на естественном – без урона для экологии курорта. Только механическая. Никакой химии, никаких вопросов в экологию нельзя вмешиваться. Только механическая. Сергей Сергеев отметил положительные изменения в состоянии пляжей. Стало чище и нарушать стали меньше. Под постоянным контролем проезды к морю. Регулярно проводится осмотр 19 проездов на Пионерском проспекте. Определены сотрудники здравниц ответственные за ключи от шлагбаумов. В случае регулярных взломов проезды закрывают бетонными блоками. Запрещен прокат квадроциклов и, главное, под защитой дюны. Любые строительные работы в этой зоне категорически запрещены. В апреле специалисты управления по санаторно-курортному комплексу и туризму на участке Витязевской косы организуют традиционные субботники. На уборку пляжей выйдут студенты учебных заведений Анапы. В рамках подготовки к курортному сезону весной проведут работу по закреплению пляжей за предприятиями. Будет согласована схема функционального зонирования каждого пляжа с указанием всей размещенной пляжной инфраструктуры. В плане подготовки к курортному сезону руководители пляжей до 1 июня должны обеспечить комплектацию пляжей оборудованием – теневыми навесами, шезлонгами, кабинками для переодевания, туалетами и душевыми кабинками. Средствами информирования отдыхающих по правилам поведения и мерам безопасности на воде. В 2014 году продолжат работу по установке камер видеонаблюдения на пляжах с подключением к единой системе «Безопасный город». Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Праздник с мужским характером. Накануне 23 февраля дня защитника Отечества мэра Анапы Сергей Сергеев поздравил представителей силовых структур с праздником. Доблестным защитником Отечества, ветеранам, великой отечественной солдатам и офицерам, генералам и адмиралам несокрушимое и легендарное в исполнении военного духового оркестра и хора курсантов Института береговой охраны и на смену гимн России в честь праздника, объединяющего защитников Отечества всех времен. Мэр Анапы Сергей Сергеев поздравил анапчан, проходящих службу, и поделился воспоминаниями. Был лично знаком с героем Советского Союза Георгием Бочарниковым. Высокого звания герой был удостоен в 19 лет. В одном из заключительных боев Великой Отечественной войны Георгий Бочарников первым выкатил орудие на Вильгельмплац в Берлине и произвел точный выстрел по парадным дверям Гитлеровской имперской канцелярии. Стоя примерно на том месте, с которого Георгий Бочарников вел огонь, меня распирало чувство гордости за то, что я имею отношение к стране, которая победила в той страшной войне. Я с чувством гордости, уважения глубочайшего поздравляю всех людей, которые имеют отношение к защите Отечества, желаю крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. Общий праздник 23 февраля – повод еще раз вспомнить тех, кто навсегда остался на войне. Минутой молчания почтили память погибших в военное время. На страницах застыли года, 22 ему будет всегда. Он писал, я здоров и живой, а наутро – последний бой. Мама, я еще вернусь с войны. Мы, родная, встретимся с тобою. Я прижмусь средь мирной тишины, как дитя к щеке твоей щекою. Особое внимание мамам погибших солдат и офицеров за воспитание достойных защитников Отечества. Сдержать эмоции невозможно. Пусть вашу жизнь освящает слава побед нашей армии. Сила и мощь оружия, любовь и преданность своей отчизне. Поздравляем вас с праздником, с Днем Защитника Отечества. Пусть вашу жизнь освящена. Анапчане и Анапская земля действительно переживали героические события, героические победы и не висли огромный вклад в то, что Россия свободная и независимая. С большого экрана анапчан поздравили солдаты нашего времени, проходящие военную службу во Владикавказе. Мэр Анапы Сергей Сергеев отметил достойную службу благодарностями и грамотами. Творческие коллективы анапчан выступили с праздничной программой, воспели любовь, символ жизни вне войны и показали образно величие страны. Через зал городского театра пронесли гирлянду и торжественно возложили к мемориалу погибшим солдатам в сквере боевой славы. Наталья Пухальска, Максим Логоша, Станислав Фалько. Анапа. Регион. И в продолжение праздничной темы. Дом номер 142 по улице Садово-Цебонобалки становится особенным. Каждый год 23 февраля. Где собираются офицеры, чтобы вместе поднять государственный флаг в честь праздника. В этом доме проживает семья Соломатиных. Глава семьи Василий Михайлович, капитан подводной лодки. Бывших моряков не бывает. В этом начинаешь убеждаться прямо от калитки дома Соломатиных. Чутко охраняет рубежи двора и сада пес по кличке Боцман. Рынду Василию Михайловичу подарили товарищи, когда он оставил капитанский мостик подводной лодки 36 и сошел на берег как капитан первого ранга запаса. Когда туман, подаются туманные сигналы. Боцман, все, хватит тебе. Флагшток во дворе тоже не бездействует. Поднимаем четыре раза. Если так по порядку на день, а как это, день защитника Отечества сейчас называется. Раньше был день СССР военно-морского флота. Потом, значит, 9 мая. День моряка-подводника 19 марта. День военно-морского флота. 20 лет Василий Михайлович прослужил на подводной лодке на Северном флоте. 10 лет преподавал в военном училище в Севастополе. После вывода российских войск из Крыма переехал в Анапу. Хотя сам родом с Урала понял, что без моря жить теперь уже не сможет. Не хочется уже в среднюю полосу. Хочется поближе к воде. И его как вот тянет, да? Да, 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 тянет. Все равно тянет. Как-то хоть с берега на него посмотреть. В Цепанобалке Василий Михайлович вступил в казачье общество. Дважды избирался атаманом местного отряда. 10 лет проработал заместителем директора птицефабрики. Его уважали за дисциплину. А он с юмором вспоминает, как служба на флоте отразилась на гражданской работе. Ребята была хозяйственная, одни женщины. Они все время надо мной. Я как-то раньше не обращал внимания. Ребята туда, ребята туда. Мы не ребята, мы женщины. Сейчас Василий Михайлович на заслуженном отдыхе занимается садом, домом. В этом году с женой Татьяной Евгеньевной они отметят 40 лет со дня свадьбы. В своем просторном доме супруги Соломатина живут одни. Летом отчий дом полон дорогих гостей. Приезжает семья младшего сына Константина из северной столицы. Пятеро внуков наполняют весельем сердца дедушки и бабушки. По стопам Василия Михайловича пошел старший сын Игорь. После военного училища служил в УВД. Внук учится в Нахимовском училище в Санкт-Петербурге. Василий Михайлович сохранил самые теплые воспоминания о службе в армии. Поэтому и советует подрастающему поколению. Молодежи, что сказать, пожелать удачи, чтобы они ценили старших, их опыт, их, как говорится, взгляды. Считались с ними, по крайней мере, взглядами на жизнь и брали с них пример. Как в старину говорили, за Богом молитва, за царем службы не пропадет даром. Поэтому служить надо. Василий Михайлович Соломатин своими руками построил дом, воспитал сыновей, вырастил сад. Но главным своим исполненным долгом считает, конечно же, воинский. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа-регион. В честь Дня защитника Отечества в спортивном зале школы номер один состоялось традиционное мероприятие. Смотр конкурс строя и песни «Красив строю, силен в бою». Отряды учеников Анапских школ показывали свои умения и навыки. Движение строевым шагом с песней «Сдача рапорта». На торжественной церемонии открытия почетные гости. Советник главы по физкультуре и спорту Евгений Васильченко, председатель Анапского совета ветеранов Анатолий Гапонов и ветераны боевых действий. Ребят поздравили с наступающим праздником и пожелали всем боевого шага. Россия чтит славные традиции, помнит, и поэтому конкурс-то и называется «Красив строю, силен в бою». Во время выступления ребята продемонстрировали умение точно выполнять команды своего командира, маршировать, исполнять строевые песни. Старательно отчеканя шаг ученики прошли под звуки самых популярных песен военных лет. Патриотические композиции известны даже самым младшим школьникам. Парад принимал главный судья конкурса, начальник учебного центра до призывной подготовки Лев Пивоваров. «Стро – это красота, это дисциплина. И все с таким желанием. Вы видите отряды, даже и смешанные, и отдельные отряды, и девочки, и мальчики, они с большим желанием, старанием относятся к этому делу». К мероприятию все участники готовились долго. Сколько волнения, ожидания и вот результат. «Велёный свет у наших тратных площадок, и у лесов шумящих сотни лет». «Мы готовились достаточно долго, потому что нужно было отрепетировать и командные действия, и грамотный шаг, и исполнение песни, и подготовка, и чтобы форма соответствовала, чтобы выступить достойно». Строгое жюри подвело итоги. Школьники показали такую азартную увлеченность, что огрехи в строевом шаге отошли на второй план. Отряды получили дипломы победителей в различных номинациях. Кубки вручили старательным девочкам, ученицам первой школы за участие в мужском конкурсе. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Из Олимпийского Сочи с миллионом впечатлений. Творческие коллективы Анапы вернулись домой после нескольких концертов на 22-х Олимпийских играх. О том, как выступали и какие впечатления привезли анапчане, расскажем прямо сейчас. Арт-Союз, солнышко, надежда России, творческие коллективы Анапы попали с корабля на бал. Вчера еще выступали в Сочи и сразу после возвращения концерт в городском театре в родной Анапе. Анапчане впечатлились размахом и масштабом Олимпиады, впечатлили хозяев Олимпийских игр и иностранных гостей. Очень хорошая была отдача принятия не только туристами, сочинцами, конечно же, гостями Олимпиады, представителями разных, скажем так, народов. Это очень было много иностранцев, которые видели нас, все хотели сфотографироваться, хотели взять интервью. Очень много информации, эмоций мы привезли с собой. Программа «Анапчан» прошла строгий отсмотр. В Олимпийском комитете представили город-курорт, достойно выступали на нескольких олимпийских площадках. Жили мы в Дагомысе. Подъем у нас был в 6 утра, в 6.30 завтрак и ложились спать около 12 в первом часу ночи. Но по два-три концерта в день, очень много впечатлений. Между поездками на электричке, на ласточке мы могли успеть, побывали на розовом футере, мы побывали на Красной Поляне. Мы были, конечно же, в Олимпийском парке, все это видели с моими глазами и очень-очень так проникли с нашей Олимпиадой. Мечта главного режиссера Ивана Иванова, ставшего легендой в Анапе, оказалась, была в Сочи. Встретились во время Олимпийских игр. Мы попали на Крузенштерн. Там у нас была экскурсия очень яркая, где мы своими руками попробовали все колокола, все штурвалы. В общем, честно говоря, это моя давнишняя мечта, на таком паруснике оказаться, она сбылась. Представляете, вот как раз на Олимпиаде. Ну и самое-то главное, что вот все срослось. И выступление, которое очень непросто давалось при подготовке, и в результате тот успех. Сочинцы пригласили анапчан участвовать в будущих городских и международных праздниках в планах на ближайшее время выступления на паралимпийских площадках Адлера и Сочи. Наталья Пухальская, Максим Лагоша, Анапа. Регион. К другим темам. Школе номер 4, эколого-биологическая станция «Маленький принц» подводит итоги научно-практической конференции учащихся юный исследователь-эколог. О детских проектах, раскрывающих серьезные взрослые темы, расскажет Алина Гумерова. Десять анапчан, победители всероссийского конкурса «Зеленая планета», поздравили с победой и вручили подарки. Всего на отборочный этап научно-практической экологической конференции ребята представили более 50 работ. Работы самые разнообразные. Исследователи – это особые дети со своим складом ума. Это дети, которым характерен пытливый ум, любовь к природе, трудолюбие. Не каждый человек может заниматься, и ребенок тем более, исследовательской деятельностью. Подготовка конференции – многодневный труд педагогов, школьников и их родителей. Самая многочисленная группа участников конференции – 20 детей. Ученики средней школы номер 5. 8 из них заняли первые и третьи места. Какие секреты таят волосы, экологическое состояние высокого берега Анапы, чипсы, продукт вредный или полезный, витаминные растения в доме зимой – это не все темы, которые интересовали участников конференции. Ученик 4-го А-класса школы номер 19 Алексей Филатов занял одно из трех первых мест в номинации «Первые шаги в науку». Меня задействовал вопрос, можно ли вырастить эти витамины на подоконнике? Я сам заметил, что зимой я очень часто болею, это из-за недостатка витаминов. Вот я и решил вырастить витамины на подоконнике. За призовые места боролись семь школьников старших классов, которые защищали свои исследовательские проекты. Семиклассница школы номер 4 Анастасия Маслова занялась наблюдением популяции орхидеи рода Офрис на Большом Утрише. Девочка получила первое место. Я ходила на Утриш, увидела эти растения. Мне они очень понравились, и я решила сделать такую работу, чтобы люди замечали эти растения, не уничтожали. Жюри подвело итоги. Всех победителей наградили грамотами и дипломами Управления образования. Лучшие исследовательские работы направят в Краснодар для участия в краевых конкурсах. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа, Регион. И новости спорта в продолжении выпуска. Именитые боксеры, лидеры национальных сборных из 17 стран мира собрались в Анапе на седьмом международном турнире по боксу памяти Николая Павлюкова. В спортивном комплексе «Волеяград» на торжественном открытии мероприятия побывала наша съемочная группа. На торжественной церемонии открытия международного турнира по боксу памяти Николая Павлюкова собралось много почетных гостей. Почетный президент Федерации бокса Краснодарского края Владимир Макаров преподнес букет цветов маме Николая, Светлане Павлюковой, за воспитание сына спортсмена, который достойно представлял Анапу во всем мире. Отец погибшего в автокатастрофе боксера Андрей Павлюков – организатор мероприятия. Я бы хотел бы вручить отцу Николая Павлюкова, Анжелию Викторовичу свой чемпионский поезд в знак благодарности за то, что подарил такого другого и продвигает наш вид спорта – бокс. Все соревнования проходят на высоком уровне. Это мы видим сами все. Большое спасибо. На темнокожих боксеров, потому что они физически, как все принято, что они выносливые, поэтому думают, что так. Но не всегда так. Судья международной категории из города Майкоп Виктор Наджаров 27 лет в боксе. Виктор Михайлович лично знал Николая Павлюкова. Ему приходилось судить его на соревнованиях. Этот юноша оставил, вообще не только у меня, вообще глубокое впечатление у всего судейского корпуса. Помнят, знают. И сейчас проводим вот эти вот соревнования. Это лишний раз подтверждает того, что действительно в нашей стране, в данном случае в Краснодарском крае, понимаете, помнят своих выдающихся боксеров. Спортсмены с волнением ожидают своего выхода на ринг. 18-летний Олег Фомичев из Волгограда 4 года занимается боксом. На тренировках настоял отец. Теперь Олег не представляет своей жизни без этого вида спорта. Для меня бокс, на момент это моя жизнь, профессия. Я живу. Свой первый бой в этом турнире Олег Фомичев провел с соперником из России. Удачно оказался сильнее. Скоро предстоит боксировать с ирландцем. 23 февраля пройдут финальные поединки и церемонии награждения победителей. Организаторы и участники соревнований приглашают анапчан и гостей курорта на яркое и зрелищное состязание международного уровня. Вход свободный. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа, Регион. В спортивном комплексе «Рай» в Алексеевке прошло открытие первенства Южного федерального округа подзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Вадим Родин побывал на параде открытия и первых соревнованиях. Фаворит первенства – команда Краснодарского края, в основном состоящая из воспитанников Анапской детско-юношеской спортивной школы номер 4. 16 раз наши спортсмены завоевывали медали высшей пробы на таких соревнованиях. Эти соревнования являются отборочными. Соревнования будут проходить финальная часть первенства России в городе Самара, куда Краснодарский край один уже имеет путевку как обладатель прошлогоднего турнира, победителя турнира. И сегодня мы отбираем две команды, которые будут также представлять Южный федеральный округ на первенстве России. Первый этап – техника приемов дзюдо. Спортсмены показывают 8 приемов, а судьи оценивают, насколько правильно они выполнены. Это как экзамен, после успешной сдачи которого ученик получает пояс, соответствующий уровню мастерства. Учитывается и общее впечатление. У дзюдо очень много традиций. Второй этап – это непосредственно уже командные схватки, где будет происходить командный турнир стенка на стенка, как мы его называем, где уже команды определяются по количеству оценивающих действий, и кто будет лучше в технике. Вот таких подсчитывается потом общее количество баллов и определяет победителей. Дзюдо, как и другие виды спорта, воспитывает силу духа, дисциплину и любовь к здоровому образу жизни. Как показывает практика, спортсмены обычно пользуются уважением и авторитетом среди сверстников. Ожидания юного спортсмена оправдались. Команда Краснодарского края стала первой. Второе место у второй сборной Кубани. А третье досталось спортсменам из Ростовской области. Вадим Родин, Анапа-Регион. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Субботу 22 февраля в Анапе будет солнечно. Температура воздуха днем 5-9, ночью до плюс 3 градусов по Цельсию. Ветер северо-восточный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 8 градусов тепла. В воскресенье 23 февраля в Анапе будет малооблачно без осадков. Температура воздуха в дневные часы 6-8, ночью около 4 градусов по Цельсию. Ветер переменный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 8 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Действует предпраздничная акция. Только до 8 марта все двухкомнатные квартиры по цене 42 тысячи рублей за квадратный метр. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова